Утренний гость Ты потрясающе выглядишь Скажи нам рецепт, как вот так рано встать, проснуться и так уже вот красиво улыбаться Просто нужно быть всегда на позитиве, а еще зайти в гримерку перед записью Ну да, это маленький секрет, но в гримерку ты зашла А позитив, что дает вот такому замечательному человеку, как ты Позитив, между прочим, обладатель ТЭФИ, это не просто так Это, видимо, вот какие-то такие внутренние, какие-то замечательные Хотел сказать, позывы, не позывы, но что-то побуждает тебя делать или что? Ну, позитив во всем ищу Семья с утра позитив Работа интересная, яркая, необычная, каждый день новости Креатив Позитив, креатив Творчество, написание сценариев тоже позитив Ну, не знаю, мне кажется, а если ты даже грустишь, но ты улыбнешься, у тебя уже настроение будет лучше Вроде даже какие-то психологи доказали Поэтому больше улыбаться и настроение тоже станет лучше Ну, я поэтому думаю, что меня так это лучами озаряет Это так, как твоя улыбка Ты не зря стоишь 30 секунд, видимо, да, и потом все, на целый день Вот, Маш, профессиональный сценарист, профессиональный журналист А почему именно в детскую тематику? Почему именно туда? Ну, на самом деле, это просто вот так получилось, можно сказать, случайно Когда я лет 15 назад пришла работать, тогда еще на канал 5+, Мне, конечно же, как и всем новичкам поручили делать новости А новости эта программа серьезная А мне 20 лет У меня сейчас-то интонации в голосе детские А тогда вообще... Не умел Мультяшка такая Мультяшка, конечно Что, ну, как-то у меня это стало получаться И постепенно опыт рос, рос, рос И теперь я уже даже не представляю вот себя без детских проектов Они меняются, но основное остается на месте Это дети в кадре И теперь дети в кадре, это вот уже сколько лет? Лет... Ну, 14-13 14 лет Сейчас ты уже передаешь свой опыт работы в студии В прямом эфире Друзья, за эфиром Маша мне рассказала, что ее подопечная в 13 лет вела утреннюю программу в прямом эфире Как этого добиться? Как этого добиться? Это уметь импровизировать, ничего не бояться и, конечно, много тренироваться Дело в том, что вот юные журналисты, которые снимаются в программах национального телевидения Чуваши Они еще и учатся в медиа-центре Куча Мала, я у них веду уроки И, конечно же, мы практикуем каждый месяц, снимаем на камеру, нарабатываем, развиваем речь Общение с операторами Они у меня сами уже и сценарии пишут, и фильмы снимают, и монтируют, и мультики рисуют Ну, много там направлений А вот произошла эта история, то, что мы поехали на фестиваль в Уфу Называется фестиваль «Детям дали камеру» День рекламы сегодня, прорекламирую их фестиваль А все телеканалы Уфы предоставляют эфирное время для юных журналистов со всей России И вот моя Лида Осипова ученица, она прошла кастинг, и ее пригласили в прямой эфир Она вот, как и ты, сейчас общалась с гостем, говорила, какие праздники в этот день отмечаются И я, конечно, ей гордилась Отлично! Мы тоже гордимся, на самом деле, что у нас есть такие ребята, которые могут уехать в другой регион Пройти там кастинг, собственно говоря, и там же провести в прямом эфире интервью Приглашайте сюда! Обязательно! Кстати, мы обязательно сделаем какую-нибудь такую передачу, которая будет посвящена детям вот таким одаренным умеющим Хотел спросить, какой-то маленький сейчас, наверное, лайфхак, как принято говорить Для тех подростков, юнцов, которые стремятся попасть в цели Как не бояться камеры? Вот я, например, раньше, честно признаюсь, жутко боялся этого глаза, который смотрит на тебя Тебе нужно в него смотреть, еще что-то говорить, руки трясутся, ладошки потные и все Как вот это переборачиваешь? Все журналисты, которые уже много-много лет работают на телевидении, ведущие, говорят, что не бояться камеры невозможно Если ты не волнуешься, то, значит, ты слишком самоуверен и ты не растешь дальше Конечно, от боязни будет и сейчас я волнуюсь И ты, я уверена, все-таки волнуешься, да? Нет, мне с тобой очень хорошо и комфортно Я не волнуюсь Просто с опытом, чем больше работаешь с ней, тем больше, как бы, волнение, это уменьшается Но оно все равно присутствует Но я знаю, что некоторые прибегают к такому способу У меня тоже как-то кто-то делился, сейчас тоже не вспомню Стоешь перед зеркалом и смотришь себе в глаза И при этом говоришь текст И вот когда ты научишься, например, глядя себе в глаза, в зеркало, говорить текст и не сбиваться при этом Тогда ты как бы имитируешь разговор на камеру и это правильно Ну смотри, многие еще советуют представлять, что камера это твой друг или твоя мама Общаться с ним на равных Мы еще в своем центре делаем такое упражнение Мы натягиваем шарф между камерой и тобой Длинный шарф, то есть такая дорожка И вот ты делаешь шаг, заворачиваешь шарф и говоришь Привет, камера, я хочу с тобой дружить Делаешь еще один поворот Ты становишься на шаг ближе Посмотри, какая я красивая, снимай меня хорошо, дорогая камера Делаешь еще шаг навстречу И с каждым шагом ты как бы к камере относишься как к другу И вот ты пройдя 10 шагов, ну как бы вот знакомишься с ней поближе Это мы делаем практически на первых уроках, когда первые ребята приходят И тоже с опаской смотрят на этот огромный аппарат Ну вот как-то так С какого возраста приходят дети и в каком возрасте, может быть, родителям лучше приводить Именно вот на эти курсы, на это обучение Ой, родители у нас же очень хотят, чтобы дети чуть ли не с трех лет, а то и с двух Учились работать с микрофоном Ну, не только с микрофоном, что Ну, я понимаю, в три года на гимнастику можно привести, да, когда действительно гибкость развивать Ну, вот мой совет, вот в школу пошел, можно уже приводить Хотя, конечно, нас с пяти лет занимаются, но там больше игр Там мы больше просто речь развиваем, актерские способности А именно уже журналистская работа, составление текстов Это же написать, надо подобрать слова Конечно, со школьниками более серьезная работа идет Ну, и тем более школьники привыкают, когда их вызывают к доске, им так или иначе приходится мяться, жаться, но выходить и отвечать И таким образом социализироваться Да, они раскрепощаются, кстати Мне недавно вспомнила сейчас Одна девочка сказала, день учителя была, она меня поздравляет Ее подарок, Мария Владимировна, я не хочу ходить в школу, я хочу ходить только в кучу малую Отлично, это, мне кажется, самая большая похвала А вот давай вернемся немножко, наверное, назад И все-таки поговорим об этом, вот о Тэфи И как вообще родилась идея и поездки туда И ожидала, не ожидала Ой, ну это было, на самом деле, давно уже Ну это кокоска, знаешь, было давно, но оно есть Все, в историю писала Хотелось бы еще новую рядышком, вторую статуэточку на полочку поставить Да, все впереди, бесспорно, мы не сдаемся Вот, ну как, установка руководства любого телеканала Отправлять максимально все работы на разные телевизионные конкурсы И у нас не только Тэфи, есть много других разных призов, да Но Тэфи, конечно, самая значимая Ну на самом деле, вот за самой статуэткой я поехать не смогла Потому что у меня тогда дочка родилась, ей было два месяца Отлично, какая у тебя замечательная ассоциация По телефону, ну что там как? Да, мы взяли, и тут я тут нянчок И радуюсь одновременно, были такие эмоции Ну, конечно, здорово, что много работали Когда много работаешь, результат есть Понятно, что много работали А что именно конкретно, может быть, вот необходимо Что вынесло для себя? Какой формат программы нужно делать для таких конкурсов больших? Знаешь, там каждый раз по-разному Ну вот что жюри зацепит креативное? Того, чего не было А 10 лет куча мала была чем-то новым Сейчас бы она ни за что уже не выиграла Новые технологии, другие уже пранк-проекты побеждаются Друзья, мы совсем скоро продолжим, но пока что у нас небольшой перерыв О современных технологиях, о новых веяниях Интересно, что в детском телевидении такого нового, как на твой взгляд Предстоит нам зреть лет через 5 Может быть, через 10 В каждой школе, в каждом классе есть уже свой видеоблогер И, конечно, вот эта связь телевидения и интернета, она присутствует Что-то будет вот такое, что дети будут от себя рассказывать свои впечатления на камеру, я думаю, побольше То есть формат... И вот какие-то социальные эксперименты, челленджи, вот эти самые Они огромное количество просмотров на Ютубе набирают, да? Конечно, мы их тоже хотим привлечь в свои программы, чтобы тоже увеличить рейтинги Ну, понятно, но все равно же телевидение, особенно центральное, или большое, крупное Это определенный формат, который, может быть, отчасти какой-то там из интернета Ну да, само собой А все-таки идет, мне кажется, может быть, мне кажется Наша тенденция такая, в особенности среди молодежи, по упрощенному варианту Это, например, снять ролик и показать его Снять видеоклипы на камеру Даже фильмы, наверняка, знаешь, да, ведь, что снимают на камеру на одну И есть такие корректометражки, тоже фестивали, все это А что интересно с телевидением? Как? Знаешь, еще вот сейчас акцент такой, что очень много показываем талантливых детей Одаренных, которые могут вдохновить других детей Не сидеть просто на диване или в Ютубе, да, а тоже что-то создавать Ну вот, честно, ты меня сейчас немножко в тупик поставил Потому что, ну, веяние интернета точно на телек перейдет А одаренные дети, прям вот установка показывать их побольше, да, потому что Ну, об этом нужно рассказывать Ну, что еще? Мне кажется, все-таки социальный проект нельзя никак отменять Потому что о добре говорить это всегда будет актуально, о взаимопомощи Потому что ни одна машина не заменит, в принципе, человеческого общения Несмотря на то, что плотно мы сейчас сидим в соцсетях И взрослые, и дети, они еще ложку в руках держать не могут Зато они уже в Ютубе находят себе мультики Да, да Они уже могут разблокировать смартфон и найти себе то, что им надо Вот, человек еще там два с половиной года Но, тем не менее, конечно, живого общения ничто, наверное, не заменит Вот, если брать, например, детей 14 лет назад и сейчас приходящих к тебе Это одинаковые люди? Или это все-таки поколение разное? Конечно, разное А в чем разница? Они думают быстрее даже Думают быстрее? Все делают быстрее В каком смысле быстрее? То есть они соображают быстрее, что ответить? Да, они очень такие непосредственные Свободные Креативные, свободные Но это еще, конечно, все от воспитания идет Ко мне приходят детки, конечно, в которых очень много родителей вкладывают То есть тебе легко с ними работать? По-разному бывает По-разному, да Я не скажу, что я такая на улыбочке Ха-ха-ха Коленька, посмотри туда И так, может быть, Коля, сколько можно уже дубли писать? Так, соберись уже, все Ну, потому что тут с детьми работать не так-то просто на самом деле Кстати, сейчас еще одну историю вспомнила Ведущий Андрей Кулешов сейчас работает на радио МФМ Раньше вел программу «Куча мала» Андрей Кулешов Вот он мне недавно в Инстаграме пишет Маша Я хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что ты с нями так нянчилась Я сегодня снимал ролики с детьми Чуть не умер Ну, вообще, с детьми, мне кажется, все, кто люди работают Они, конечно, просто памятники при жизни ставят Одно дело воспитывать своих А другое дело воспитывать еще 30 человек Ну, я сейчас говорю, например, про воспитателей в детском саду как-нибудь, да А чужих, ну, и у тебя, наверное, так же Сколько вообще сходят детей одновременно? Ну, в группе по 15-20 человек 15-20 человек Это большой состав, так скажем Ну, бывает в классах и по 36 Так что еще нормально справляемся А вот мальчишки и девчонки Девчонок больше Девчонок больше, ну, понятно Девчонки больше хотят светиться на камеру Больше хотят быть звездами А вот КПД у них одинаковые? Они отличаются как-то, мальчики там У них какая-то направленность в одно, девочки в другое или нет? Ну, если мы, например, учим детей операторству, да Операторскому искусству, то, конечно, в группе у нас всего там одна девочка Остальные все мальчики Ну, это стандартно, да С техникой работой, тем интересно залезть, разобрать это все А если говорить о монтаже, то тут и девчонок много То есть и у нас на телевидении половина режиссеров монтажа девушка Сейчас вот все Маша Щеклева рассказала То есть все-таки девочки более творческие, видимо, натуры, да? Или нет? Или вот именно то, что на телеке попасть, бантики надеть, платье, бантики Ну, смотри, тут можно много размышлять, потому что работа на телевидении – это всегда такой ритм бешеный Вот, это всегда нужно быстро думать Поэтому я не знаю Ну, вот и мужчины есть, такие девушки Тут даже не знаю, как сказать, кому проще Ну, ты когда, Юлия Цесарь? То есть ты одновременно можешь делать несколько дел? Да, говорить по телефону, пить чай Проверять уроки Проверять уроки Придумывать сценарий И еще сценарий писать Да, 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 могу То есть, в общем, вот это другой вопрос, который я тебе хотел задать уже личного характера Как справляешься вообще в семье? Я знаю, что и супруг у тебя тоже на телевидении Это больной вопрос для нашей семьи, то, что мама очень много работает Мама очень много работает Ну, свой ребенок не обижен вниманием, но, конечно, да, работаю мама Свой ребенок тоже ходит заниматься и знает телевидение от А до Я, как говорится Свой ребенок тоже участвует в постановках, снимается в программе Но я такая адекватная мама Вижу, если не получается, значит, на главную роль не претендуем Где-нибудь там в массовочке, хватит, хорошо Понятно А что... Вот хотел сказать по поводу именно вот как дети реагируют Но все-таки знают, наверное, что все-таки... На что реагируют? Сын там или дочь у тебя? Дочка 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 пришла, и вот, наверное, она будет или нет? Или все дети уже знают, что... Кстати, Маша Шоклева-то для меня сейчас, а для них... Мария Владимировна Мария Владимировна, Мария Владимировна пришла, и все И все для нее дети свои одинаковые Конечно Да? То есть чувствуют? Конечно Ну, это хорошо, это замечательно Мне кажется, и такая отдача, да, есть? Все-таки от детей, которые доверяют, которые видят, что... Ну, вот те, кто ребята давно занимаются, мы вот прям друзья уже с ними, правда Они уже свои программы выпускают, на них можно положиться Не знаю, сюрпризы мне готовят на день рождения, конечно, приятно очень Ну и результаты есть, вот мы сейчас вышли... В общем, у нас кроме журналистики есть еще театральное направление в центре И мы поставили мюзикл, у нас также уроки вокала есть, мы поставили мюзикл, называется «Родители крокодители» Отличное название! Да, сейчас расскажу про него И с этим мюзиклом скоро поедем в Питер, будем его показывать на сцене в Питерском театре Это очень круто для нас, потому что мы вышли в финал международного фестиваля «Музыкальная перспектива» Мы сейчас вот собираем чемоданы, собираем реквизит, пакуем костюмы и вот готовимся отъехать Вот давай мы повесим интригу прямо сейчас и скажем, что совсем скоро, друзья, мы продолжим с вами разговаривать по поводу наших одаренных детей Которые занимаются не только телевидением, но, как и выяснилось, еще в рамках этих проектов снимают свои мюзиклы Пока что небольшой перерыв МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жил-то был крокодильчик на свете Он, как все крокодильские дети Он, как все крокодильские дети Каждый день на рояле влечал Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па И турецкий язык изучал Изучал, изучал У ребенка крокодиленка На учебу ушла вся селенка У ребенка крокодиленка На учебу ушла вся селенка Родители, крокодители, пожалейте Крокодиленка Родители, крокодители, пожалейте Крокодиленка Рано утром ребёнка будили, ребёнка будили, в крокодильскую школу водили, в крокодильскую школу водили. Он стоял из зелёной доски, зеленел от зелёной доски, зеленел от доски. У ребёнка, крокодилёнка, на учёбу шла вся зелёнка. А родители, крокодители, пожалейте, крокодилёнка. А родители, крокодители, пожалейте, крокодилёнка. И грустил крокодильчик зелёный, дитчик зелёный. И земля становилась солёной, и земля становилась солёной. Каждый день по просторам цепли. Крокодила, мы слёзы текли. Ой, текли, ой, текли, ой, текли. У ребёнка, крокодилёнка, на учёбу шла вся зелёнка. У ребёнка, крокодилёнка, на учёбу шла вся зелёнка. А родители, крокодители, пожалейте, крокодилёнка. А родители, крокодители, пожалейте, крокодилёнка. А родители, крокодилёнка, пожалейте, крокодилёнка. Ну, пожалейте, крокодилёнка. Всем доброго бодрого утра. Мы продолжаем это будильнике шоу. Друзья, кто только что присоединился к нам, вы правильно сделали. Ну, а я напоминаю, что у меня в гостях редактор детских программ национальной телерадиокомпании и руководитель городского центра Куча Мала Мария Шоклева. Маша, ещё раз доброе утро. Ещё раз доброе утро всем. На интересную тему мы начали разговаривать в рамках вашего проекта. Ты мне рассказала, что сейчас у вас был мюзикл детский, который вы засняли, и вдруг вы победили или что? Мы пока вышли в финал фестиваля. Вот отлично. Ты знаешь, я надеюсь, что вы победите. Куда вы едете? И вот об этом поподробнее. Мы едем в Санкт-Петербург на фестиваль театральный, называется «Музыкальная перспектива». Это фестиваль детских театральных коллективов, которые именно делают музыкальные спектакли. Вышли мы в финал этого фестиваля с нашим мюзиклом «Родители-крокодители». Отлично. Как вообще родилась эта идея? Название замечательное. Я понял. Это, видимо, как раз к вопросу о том, как ты всё успеваешь. Ты поняла, что ты один из тех их родителей или нет? Нет. Ну, возможно. А суть в чём? Суть в том, что современные родители очень часто загружают детей разными занятиями, которые порой детям-то и не нужны. И вот у нас есть крокодиль и семья. Крокодильчик Кроки. Отлично. Его мама и папа. И мама очень хочет, чтобы он стал президентом страны к России. А поэтому надо учить китайский, турецкий, английский, чувашский, русский и так далее языки. Ходить на кучу кружков, побеждать во всех олимпиадах. В общем, учиться, учиться, учиться. Ребёнок-крокодилёнок замученный. Плачет крокодилями слезами. Да, именно. Плачет крокодилями слезами. С этого начинается его история. В один прекрасный день по дороге в школу в него попадает мяч футбольный. Он теряет память и забывает все свои знания. Встречает новых друзей, бездомную кошку, бездомную стаю собак. Учится играть в футбол и понимает, что футбол это круто. О, великий футболист в филе. Да, ну и потом, разумеется, мама тоже делает свои выводы. Получает, кстати, Кроки первую в своей жизни двойку. Отлично. Да, мама, увидев это в электронном журнале, падает в обморок. Срочно идёт на разборки. Ну, в общем, в итоге все понимают, что всё-таки важно не только знание, но и удовольствие от жизни. Уверена, что до потери памяти ты был футболистом. Уверена, что до потери памяти ты был футболистом. Ага. Уверена, что до потери памяти ты был футболистом. Уверена, что до потери памяти ты был футболистом. Уверена, что до потери памяти ты был футболистом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...